Дима Позов Дима Позов Дима Позов Дима Позов Дима Позов Хочется сказать, что за это время Ничего хорошего в российском футболе не произошло Но это все-таки не так Был еще 18-й год, теперь ждем 28-й Раз в 10 лет, что-то да происходит Вот, поэтому не так много ты пропустила Но тем не менее Пристя, можно я у тебя уточню? Конечно А это новогодний выпуск? Естественно, естественно да Чисто дед Мороз, который на скейте приехал Да, я просто хожу всегда с седой бородой в этой шапке Потому что любой выпуск может стать новогодним Так, Наиль, ну наконец-то ты пришел Наконец-то ты играешь за Спартак Не первый год Мы, честно признаться, знакомы с Наилем Я иногда пишу, классно сыграл Иногда пишу, эх, опять не играл Но я хочу в первую очередь у Алины спросить Тебе вообще футбол не надоел? Нет А он дома о нем вообще говорит, смотришь? Конечно, конечно Или он из тех, кто вот, ну знаешь, пошел, потренировался, пришел, все, я у тебя Нет, дома мы постоянно смотрим футбол Прям смотрите? Да А ты делаешь, видишь, что тебе тоже интересно Хорошо, кстати, делает Я спрашиваю какие-то моменты, пытаюсь разбираться Угу, так, ну ты уже То есть когда ты смотришь игру московского Спартака, в которой играет Наил Ты уже как эксперт, типа понимаешь, где он не добежал Нет А, не так? Такого просто нет Да Ну я-то тоже смотрю эти матчи Ты другие матчи смотришь Не, ну мы тут, понятно, весело подтруниваем Просто вот я один раз пришел на матч с дочкой Такое классное было настроение Мы пришли на матч Спартак-Динамо и переполнен стадион И что сделал Наиль? Почти что забил свои ворота Ха-ха-ха-ха-ха Когда я говорю почти что, это в итоге, ну, Динамо забили гол Просто, ну, формально не Наил его забил И все, они проиграли, я такой шел грустный А дочь говорила, что ты грустишь? Я говорю, да вот есть у меня друган один Но ты мне после этого написал Да, я тебе после этого написал Потому что я знаю Как настоящий друган Да, потому что, ну, если стараться, все получится Все исправится Поэтому я, конечно, желаю удачи, чтобы в этом сезоне все было круто Спасибо Потому что, когда вы побеждаете Вы Спартак, да? У меня классное настроение Вы Спартак, да? А не Спартак Наиль, Наиль Наиль, а, только Да Это, да, Спартак, который играет за ФК Наиль Все Вот так Сегодня будут разные раунды И в первом раунде будут участвовать девчонки Поэтому я вас прошу отправляться к Тумбе Мы переходим к первому раунду Девчонки! Раунд, который вы даже видеть не могли Потому что он у нас появился только в этом сезоне Смотрите, он называется «Удар на шару» Вы будете видеть какие-то слова, названия, имена Все это связано с футболом Но в этих словах будут пропущены какие-то буквы А внизу будет написано слово, в котором обязательно есть те буквы Которые надо подставить, чтобы получился правильный ответ Ваша задача найти этот правильный ответ Комбинировать разные сочетания букв Много говорить, потому что как только вы Даже если случайно, ну, скажете правильный ответ Я его засчитаю У вас будет у каждой 2 минуты и 5 заданий Можно набрать максимум 5 баллов Но переходить к следующему вопросу можно только тогда, когда ответили на предыдущий Поэтому можно набрать и ноль Осталось решить, кто будет первым Для этого я специально подготовил заранее монетку И чтобы не носить ее с собой, доверил ее человеку Ничего себе! Ты это поняла? Я прослушал вопрос Я тоже ничего не поняла Я еще раз А ты поняла? Да Итак, Орел, Решка Да Что? Да Спасибо, что одобряешь российские деньги Давай мы выберем Давай, Орел, Решка 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 О! Ты, Алин, можешь решить, ты будешь первой или второй Потому что... Без разницы Без разницы Ну, давай тогда ты будешь первой Потому что Олеся ничего не поняла Ну, давайте посмотрим Может, она посмотрит и все поймет Вроде бы поняла Да, задача Задача, ребят, не подсказывать ни в коем случае Особенно, конечно, это касается тебя Потому что ты наверняка будешь знать почти все, что там будет Скажи Начинает Алина Две минуты Первый вопрос Внимание на экран Соответственно Витория, геморрай И внизу буквы Вот две буквы тебе надо подставить Чтобы получился правильный ответ Называй просто Просто говори Геморрай Е Е Ну, следующая буква Е Нет Ты, конечно, концовка Комсовка полностью Ага А ты говоришь Комсовки Есть такая буква Нет Нет, нельзя по одной букве Надо сразу говорить слово Витория, геморрай Так тяжелее Типа геморрай Так тяжелее, конечно Ну, пробуй Геморрай Пул, например Геморрай Из букв в планшет, правильно? Да Все Алина Да любое Говори, говори, говори Это тяжелое Мне почему-то хочется Е поставить Но ты сказал, что Е сюда не подходит Е сюда не подходит Там же две буквы Да, ты пробуй Пробуй любые сочетания Е там есть Геморрай Геморрай Нет, геморрай 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 Было вроде Ну, вот у меня тоже почему-то другой ответ Но мне кажется, геморрай Правильный ответ Но почему-то у меня в транскрипции Чуть-чуть по-другому написано Поэтому, обращаясь в судейский комитет Я все-таки бы это засчитал У меня написано геморрайн Но я бы тоже сказал Геморрай Да, мы засчитаем это Да, засчитаем и добавим Несколько секунд Потому что Да, мы это засчитаем Дальше Вот какой-то человек Лукаку Лукаку, прекрасно Прекрасно Этих знаем Так А это что? А это какой-то клуб Из Игры Престолов Я смотрел Там вот был Да Ну, как ты думаешь Он может называться? Говори, говори Так Ернитана Ернитана Ты знаешь Он знает Он знает Я знаю У тебя планшет, понятно Да я и так знал Ну не знал Понятно так С листочком Время подсказывает Мне правильный ответ Салернитана Да, Салернитана Но Два балла Два балла Еще и Лукаку Просто по лицу Узнали Олеся, ты теперь поняла суть Да Олеся, ты просто Ну, типа Да Просто Комбинации делай Просто Да, комбинации Две минуты Внимание на экран Погнали Ага Гаустян Так Подставляем две Погнали Две буквы Сейчас, подожди Я Я знаю, правильно Да Да Ну пусть будет Лакбойс Лакбойс Нет А, можно дальше? Гакбойс Сакбойс Такбойс Накбойс Нукбойс Лукбойс Гукбойс Ускбойс Алкбойс Аякбойс Янгбойс Янгбойс Подожди еще Хасан Дебда Хасан Елда Ой Нельзя свои буквы добавлять Простите Хасан Фибда Фибда Хасан Небда Хасан Ребда Вообще Туда хотя бы Закончи Закончи Хасан Иебда Да Хасан Иебда Абсолютно правильно Дальше Это позиция на поле Это Березуцкий Да, это Березуцкий В Барселоне Капитанский провел Плеймейкер Плеймейкер Абсолютно правильно Да Да Хасан Самбела Мамбела Бумбела Как ты сказала Как ты сказала Не так Ку Мамбела Нет Мамбела Нет А ты видишь, что две буквы надо добавить, а не одну Да Хорошо, значит, все под контролем Каумбела Акаумбела А самбела Умуамбела А ты сам это знаешь? Я-то знаю Мне очень интересно, что с Олесей Она еще отгадывает или уже колдует? Нет, я... Так, ну все, время вышло Давай посмотрим правильный ответ Черт Да Но, тем не менее, ты набрала три балла Три балла Ну все, ты когда сейчас пересел, ты по-английски разговариваешь Все у тебя Амбела 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 Вам кажется, что было очень сложно? А на самом деле три-два неплохой счет для этого раунда Потому что бывало и ноль-ноль Угу Да, здесь только профики Да Да Три-два И Дед Мороз Поэтому посмотрим, что будет дальше Переходим во второй раунд В котором уже пацаны будут соревноваться Меняемся Раунд номер два Он называется удар-гол Смотрите, я вам задаю по очереди быстрые вопросы Очень простые В которых даже часто есть варианты ответов Надо просто выбрать одно или другое Я вам задаю вопросы по очереди Просто тебе-тебе-тебе-тебе-тебе-тебе Вы, если отвечаете правильно Вы копите баллы, которые идут в общий зачет Каждый правильный ответ Это один балл в общий зачет Угу Как только баллов становится два и более И до вас доходит очередь Вы можете перед вопросом моим сказать удар И после этого я задаю вопрос Если вы на него отвечаете правильно Все эти баллы ваши, которые скопились Если ошибаетесь, все сгорело И надо набирать заново А проигрывает у нас пока команда Наиля Поэтому он и начинает Итак, погнали Кто изображен на логотипе ФК Сочи? Барс или Барабулька? Барс Барс, правильно Первый балл в общий зачет Кто из аргентинцев играл как за Манчестер Юнайтед Так и за Манчестер Сити? Агуэра или Тевис? Тевис Тевис, абсолютно правильно Два балла Уже можно говорить удар в любой момент Давай удар Удар Соответственно, сейчас нужно ответить правильно Чтобы забрать два балла Клуб какой страны в 2022 году Разместил у себя на форме изображение Регги-музыканта Боба Марли? Ямайки или Ирландии? Ямайка Нет, Ирландия Клуб Богемиан Выездная форма 2022 года была посвящена последнему концерту Боба Марли на открытом воздухе, который состоялся на стадионе клуба в 1980 году Баллы сгорели Мимо! Получается, не мнение тебе Четвертый вопрос Секрет в том, чтобы выкурить сигарету, чтобы успокоить нервы А потом сделать большой глоток чего-нибудь покрепче, чтобы привести в тонус мышцы Кто это сказал? Яшин или Балвателли? Яшин Яшин, абсолютно правильно Первый балл Балвателли, он итальянец, он бы так и не сказал Он бы сказал Детективы? Прикинь? Давай детективы Нет, детские книги Серьезно? Да. Какой ногой Игорь Акенфеев отразил пенальти на Чемпионате мира в России против Испании? Левой или правой? Левой. Левой, правильно, два балла. Можно говорить... Удар! Это до тебя дойдет. Да. Удар. Удар. Правда ли, что Халк женился на племяннице бывшей жены, с которой был в браке 12 лет? Да. Да, это абсолютная правда, и это два балла. За этим мы следим. Можете быстро поосуждать, поосуждать, поосуждать. Козел, урод, вообще вонючка. Так, идем дальше. Но мы на ведущего не пиздим, поэтому будем молчать. Это мы на Халка, на Халка мы осуждали. А-а-а. На племяннице жены. На племяннице жены. Сори. Кто сбросил мяч из аута Аршавину, когда тот сколотил третий мяч в воротах голландцев на Евро 2008? Колодин или Анюков? Анюков. Анюков, правильно, первый балл. Копилка. Просто правда ли, что чемпион Италии за последние четыре сезона стали четыре разных клуба? Ювентус, Милан, Интер, Наполи. Да. Да, Ювентус, Интер, Милан, Наполи. Удар! Удар! Какого цвета карточку помимо желтой и красной используют арбитры в чемпионате Ватикана по футболу? Голубую или розовую? Розовую. Нет, голубую. Показывают не за спортивное поведение. В основном за мат. Удаляют на пять минут, чтобы игрок остудил свой. Я хотел сказать голубую, но Олеска в розовом. Я подумал, это знак. А это не знак. За какой клуб не играл Генрих Мхитарян? За Ливерпуль или МЮ? Ливерпуль. Ливерпуль. Первый балл в общую казну. Сколько сборных сыграют на чемпионате мира 2026 года? 32 или 48? 48. 48, правильно. Как больше, тем лучше. Правда ли, что в главном чемпионате Саудовской Аравии названия всех футбольных клубов начинаются на Аль? Нет. Нет, это правильно. Из 16 клубов только два начинаются не на Аль. Но все же это не все. Удар! И последний вопрос. Если ты сейчас отвечаешь, ты забираешь баллы. Если ошибаешься, все сгорело. Итак, с кем Карин Бензима сыграл больше совместных матчей в Реале? Марселу или Рамос? Марселу или Рамос? И это абсолютно правильный ответ. Рамос. Это три балла. Ну что, в этом раунде 3-2, но на... Это еще не конечный. Но это опять 3-2. Это опять 3-2. А это общий счет 6-4. Идем стабильненько. 6-4, пока лидируете вы. Переходим к следующему раунду. Итак, раунд, который называется «Гол в раздевалку». Послушайте внимательно, потому что на кону множество баллов. Есть 4 категории вопросов. А именно факт, цитата, убери лишнее, нейросеть. Каждый будет отвечать на две из этих категорий. Вы сами будете выбирать, на какую хотите ответить. Я задаю вопрос, после чего у вас есть минута, чтобы подумать. Но в начале этой минуты на кону 6 баллов, а каждые 10 секунд становится на бал меньше. И если вы думаете всю минуту, то разыгрывается всего 1 балл. Соответственно, как только вы понимаете, что готовы ответить, нажимаете кнопку «Готово». И таким образом вы можете получить больше баллов, если ответите правильно. То есть если ответите в первые 10 секунд, получите 6 баллов. Но, если ошибетесь, все эти баллы, которые были на кону, перейдут команде соперников. Поэтому тут важно обдумать стратегию. Проигрывает пока у нас Наиль и Алина. Поэтому вы можете первыми выбрать категорию. Цитата, факт, убрать лишнее и нейросеть. Что выбираем? Убрать лишнее? Убрать лишнее. Убрать лишнее. Итак, внимание, вопрос. США, Куба, Канада, Мексика. Надо убрать одно лишнее. Время. Так, ты уже нажал «Готово», да? Готово. Готово, да. Нажми «Готово». Так, что ты убираешь? Куба. Куба, почему? Ну, Америка, США, Канада, Мексика. Так. А, поэтому? Да. Но это вот наше такое видение. Наше такое видение. Мы по нашему такому видению построили вопрос. На самом деле, ты чудом попал в правильный ответ, но это не наше такое видение, а чемпионат мира. Следующий пройдет в США, Канаде и Мексике. А на Кубе его не будет. Ну, это логично. Потому что наше такое видение. Это 6 баллов. О, совершенно понятой логики, но тем не менее 6 баллов они зарабатывают. Так, остается цитата, факт и нейросеть. Там картинки будут интересны. Где картинки? В нейросети, мне кажется. Ну, она же голос тоже делает. Давай, давай нейросеть. Там картинки. Нейросеть. Итак, вы сейчас увидите фотографию футболиста. Я вам скажу, кто это. Это. Это Месси. После чего нейросеть соединит фотографию Месси с каким-то известным человеком, которого, ну, вы наверняка знаете. Это не будет футболист, которого вы не знаете. Это футболист будет? Это не футболист. Известный человек. А, известный человек. Ваша задача ответить на вопрос, кто это. Кто этот человек? Да. И также у вас есть минута, как только нажмете готово. Ну что? Сейчас Ярушин. Ну, давай тогда, я тебе надеюсь. Ну, нажимайте, я готова. Давай, готовы. Готовы? Итак, ваш ответ. Блин, у нас не такой. Ну, надо отвечать. Нет, если нажали, надо отвечать. Стас Ярушин. Стас Ярушин, смотрим правильный ответ. О-о-о-о. Шесть баллов. Я вообще не понял. Слишком огромный рот какой-то был. Это факт? Да, это факт. Факт или цитата? А цитата чья? Ну, это все связано с футболом. С начала передачи. И факт тоже. И факт тоже связан с футболом. Да. Факт. Но на все эти вопросы можно ответить, даже не имея знаний. То есть, они все на логику. В одном из сезонов бразильский футбольный клуб «Витория» выходил на поле в необычной форме. Команда, официальными цветами которой являются красный и черный, начали сезон в черно-белой полосатой форме. И с каждым матчем белые полоски по одной замещались красными. В чем заключалась акция футбольного клуба «Витория»? Время. Пиздец. Вот они такие красно-черные ходят, ходят много лет, а потом хоп, и черно-белые. Да, Дима, варианты вы не хотите дать? Красно-черные. Это набор размышлений. Это как в соде «Когда». Они начинают закрашивать по одной полоске красным цветом в каждом туре. Ну, логично, почему они могут закрашивать? Вот почему же они могут закрашивать красным цветом? Победы. Ну да. Победы. Какие-то достижения. Но тогда не факт, что они будут закрашивать каждый тур, а футболки закрашивают. А они закрашивали каждый тур, да? Да, три балла на кону. Ну, акция, акция. Тут важна акция. Все-таки победа – это не акция. Это ваша работа, Наиль. Побеждать. Акция, 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 акция. Это не то, чтобы акция. Так, один балл на кону. Но, тем не менее, это балл, который может достаться либо вам, либо уйти соперникам. Ну, нет, нет вариантов. Нет вариантов. Итак, ну смотрите. Будем рассуждать вместе. Теперь я уже могу вам подсказывать, потому что у вас тоже нет версии. А мы, честно, обсуждать не дочитывали. Ну, понятно, да. Они играют в черно-красном. И вдруг в какой-то момент они начинают играть в черно-белом. А футболка закрашивается красными полосками. Ну, красный – это что? Ну, в жизни. В жизни. Цвет. Нет, в жизни. Красным что бывает? Кровь. Кровь. Потому что это была акция, посвященная донорству. Называлась она так. Мы ради вас. Витория всегда отдавала свою кровь ради вас. Теперь пришло время, чтобы вы отдали свою. Таким образом, они стимулировали фанатов сдавать кровь. И, соответственно, каждый тур закрашивали по одной полоске. Ну, молодцы. Прикольно. И последний вопрос. Это цитата. Вам надо для формальности нажать, чтобы его увидеть. И также у вас будет минута. Внимание, вопрос. Фабио Капелло считает, что есть только два мнения. Его и… Это Федор Смолов сказал. Федор Смолов сказал. Фабио Капелло считает. Фэдор Смолов, наверное. Это же не комик. Да, известный приколист. Фабио Капелло считает, что есть только два мнения. Его и правильное. Его и неправильное. И неправильное. Подожди, ну это так и известная цитата. Просто Федор Смолов спиздил. Спиздил? Да, давай тогда. Воришка. Итак, ваш вариант. Договори. И неправильное. Это абсолютно правильный ответ. Да. Но есть ощущение, что это не Федор Смолов. Да. Ну конкретно про Фабио Капелло это, конечно, сказал Федор Смолов. Да, потому что в оригинале цитаты не было Фабио Капелло. Федор Смолов чуть-чуть доработал цитаты. Да, вот он больше в грейдер. Да, он представляет всех тренеров, с которыми работает. Итак, результат этого раунда. 12-6 в пользу Олеси и Макса. Надо что-то с этим делать. Ребята, надо что-то с этим делать. Общий счет знаешь какой? Большой. 18-10. Но небольшой. Ну как небольшой? Минус 8. Нормально. Не такой отыгрывали. И мы переходим к раунду дуэль. Нет, вы такой не отыгрывали. Между прочим, самый большой счет, который я видел в матчах с Спартака, это 0-7. И вы там ничего не отыгрывали. Вы просто улетели из Ливерпуля домой. А это 8. Но я знаю, что впереди есть раунды, в которых это легко отыгрывается. Ты бы тоже с Ливерпулем сыграл, посмотрел бы. А ты бы, блин. А ты бы, блин. А ты бы, блин. Вы должны отыграться в следующем раунде, а вы пока не зазнаваетесь. Это вы так расслабляетесь. А 8 очков это отыгрывается, действительно. Погнали, следующий раунд. Хочешь получить консоль в уникальном дизайне семейного дерби? Мы с Винлайн разыгрываем такую каждые две недели. А итоги я подвожу у себя в телеграм-канале. Как участвовать в розыгрыше? Да все очень просто. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии с промокодом вов. И участвуй в розыгрыше. А если ты внесешь любую сумму на депозит, то твои шансы на победу удвоятся. Наслаждайся игрой. Остальное за Винлайн. Итак, перерыв, раунд-перерыв, в котором мы максимально отдыхаем от футбола И просто общаемся с вами Вы отвечаете на какие-то вопросы, которые я задаю так, как хотите, а не про вас А задача ваших сокоманников, когда они снимут наушники и повязки Увидеть ваши ответы и догадаться, что я вас спрашивал Вот и все Первый вопрос, вообще самый простой Где вы познакомились со своей второй половинкой? Давай и скажем интернет Давай Все, пишем интернет Ну в интернете Ну какая разница? Ну это как будто бы наводящая буква Так, Алина В инстаграм В инстаграм Вот, у нас так же, можно мы тоже ответим? Ну давайте В инстаграм, может, типа Не, ну мы так не можем, мы должны написать просто слово интернет и инстаграм Второй вопрос Как вы записали свою вторую половинку в телефонную книгу после того, как впервые обменялись номерами? Олеся Олеся А ты? Наиль Наиль, прекрасно 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 Какую вещь из гардероба вашей второй половинки вы бы выкинули? Ну вот прям бесит эта вещь Прям думаете, ну вот зачем она? Ну да, если нет таких Просто если ответы нет таких Да, мы напишем ничего Ничего Да, ничего бы не выкину Подожди чуть-чуть А можешь пока ответить, а я подумаю? А можно сказать вещь, которую уже выкинули? Можно Салатовая джинсовка А как ты его уговорила ее выкинуть? Или ты не спрашивала, сказала Ой, что-то пропало Салатовая джинсовка А купил он ее, видимо, без тебя, правильно? Без меня Просто пришел Модный В магазин канаречный зашел Кроссовки Puma Ну мы не будем бренд писать Кроссовки Белые кроссовки Белые кроссовки Прекрасно Белые кроссовки И четвертый вопрос Мы даже не будем записывать ответ Мы у вас спросим какую-то, как вам кажется, забавную Или коронную историю про человека А потом спросим у него А как вы думаете, что вы считаете таким уж забавным? И посмотрим, угадает ли человек Вот есть у тебя что-то, что ты в Олесе считаешь, ну, мягко говоря, забавным? Или может это связано с тобой Или с вами Тут не будет фразы Я задам вопрос точно так же Ну сейчас ты расскажешь, а я пойму, как задать вопрос Короче, Олеся делала мою натальную карту Там сразу же И там у меня как что-то там Луна в седьмой этой позиции И поэтому она говорит У тебя там вот этот араху И говорит Ты в прошлой жизни был жадиной И тебе в этой, чтобы очистить карму Надо мне все покупать Она говорит, ну это не для меня Это не для меня Это чтобы тебе было хорошо Вот, вот это получается Окей, окей Так, а у вас, Алин? У нас была забавная история с рестораном Когда мы были на отдыхе Пришли в хороший ресторан В который огромная очередь И заказали пару блюд На наш взгляд Это были самые недорогие блюда Но когда нам принесли кусок огромного мяса С огромными кусками трюфеля Мы поняли, что мы, видимо, неправильно посмотрели цену Попросили меню Оказалось, цена за 100 грамм В общем, это был самый дорогой наш ужин Нам было страшно, когда нам приносили счет Ну вы расплатились или сбежали? Пришлось расплатиться Или теперь не видны Или вы теперь не видны на баре Пришлось Такие истории у футболистов Пришлось расплатиться Я просто, я там, где написано трюфеля, я даже не салюту Я такой, ну там точно что-то А там не было написано Все, смотрите Сейчас, когда вы вернетесь сюда Ни в коем случае нельзя подсказывать Намекать, подсказывать Что там, подмигивать Попробуем сыграть честную игру Чтобы они догадались, на что вы отвечали Все, возвращайтесь Меняемся местами Наиль Олеся Раунд заключается вот в чем Я задавал вопросы Алине и Максу Они на них отвечали Это вопросы про вас Про них Ну, в общем, про что-то, связанное с вашей жизнью Вы будете видеть, что они ответили И ваша задача Четко сформулировать вопрос Который я им задавал Видя их ответы Вы это будете делать по очереди Соответственно, первые ответы смотрим Отвечает Наиль Если он не отвечает Вопрос переходит к тебе На второй отвечаешь ты Первый вопрос Там будет разыгрываться два балла Начинает Наиль Потому что их команда проигрывает Вот смотри Ответы интернет и инстаграм А именно Макс сказал интернет А Алина сказала инстаграм На один и тот же вопрос Так как ты думаешь Какой вопрос я задавал? Ну, где познакомились? Где познакомились? Абсолютно правильно Легкий вопрос Два балла А у нее шансов теперь нет? У нее сейчас будет второй вопрос Где уже будет три балла разыгрываться Сказал мы в интернете Пусть на кону Он сказал Блин, ну я сейчас скажу Она подумает не то Пусть будет интернет Реально хахаль Так, смотрите Олесь, теперь ты первая отвечаешь Три балла на кону И вот такие ответы Олеся, Наиль Ну, как зовут ваших подопечных? Ну, ты решила, что Ну, мы в какой-то момент решили Попроще будем спрашивать А то что-то долго Ну, я поняла, что нет Но это с именем связано по-любому Блин, Олесь, ты правда астролог Вот казалось бы Как тут догадаешься Что это связано с именем? А вот ты это как будто Типа как обращаешься? Как обращаешься? Увы, это неправильный ответ Что? Наиль, у тебя есть шанс ответить на этот вопрос Идеальное имя второй половинки? Вау Спасибо То есть я у твоей жены спросил А вот как бы ты хотел, чтобы звали твоего мужа? Ну, а что, нет, подходит нормально Ну, нет Нет, ну, если я дам подсказку на кону Уже будет один балл Но мне придется ее дать Да? Или вы догадались? А почему ты мне не давал? Так я же ответил Я сейчас ее общую даю Потому что вы оба ошиблись А, я же тоже могу слушать Да А вот как думаете Ну, вот помимо того, что в жизни вы общаетесь Вот говорите Привет, Макс Привет, Алина Ну, где еще могут понадобиться имена? В паспортном столе То есть мой вопрос звучал Если вдруг ее имя будет Как в паспортном столе называют вашу вторую половинку? Титр? Какой будет титр в сегодняшней программе? Какой будет титр в сегодняшней программе? Наиль, есть версии? Нет Нет версии? Да Вопрос звучал всего лишь так Как вы записали вторую половинку в телефонную книгу, когда обменялись номерами? Третий вопрос Четыре балла на кону и начинает на него отвечать Наиль Белые кроссовки, сказал Максим Салатовая джинсовка, сказала Алина Как думаете, как звучал вопрос? Я, да, отвечаю Ты первый, да Что было самое ужасное в гардеробе Наиля до встречи с Алиной? Блин, ну вот, если честно, он же правильно получается ответить Ну, самая, не знаю, плохая вещь Ну да, он угадал суть На самом деле вопрос звучал, какую бы вещь вы выкинули или выкинули из гардероба о своей второй половинке Алина рассказала, что выкинула его салатовую джинсовку А Максу не нравятся твои белые кроссовки Да, пумовские, да А ты их на зло ему носишь? Нет, я не в них, кстати, из уважения сегодня Какое уважение? Последний вопрос Вы на него отвечаете оба Неважно в какой последовательности Разыгрывается пять баллов И тут не будет никаких ответов Тут будет просто вопрос Я попросил твою жену и твоего хахаля Рассказать, по их мнению, угарную историю про вас Она может быть только про вас Или про вас вместе Но имеется в виду, как пару Но вот они, каждый считает эту историю Очень угарной про вас Как ты думаешь, вот у вас есть какая-то история с Алиной А это заодно подсказка, что она у вас совместная И у вас, кстати, она совместная Что это вот прям, ну, забавно Ну, какая тема хотя бы Богатство Кстати, и у вас Это связано с тратами денег Давайте, чтобы вам было попроще Что я потратила какие-то деньги? Обязательно Судя по всему, нет Судя по истории А я потратил? А ты потратил Тебе пришлось Много? Слушай, ну нам не сказали, сколько Но если даже Алина это запомнила Я думаю, прилично Я ничего не тратю Да ты... Кто тебе говорит, что ты тратишь? Я же говорю, ты? Нет Наиль? Да Но она прям угарная Ну такая, из богатой жизни угарная Наверное, типа Тут многие люди на одном из слов Уже перестали слушать Нам не смешно Вам не смешно? Было А почему она угарная должна быть? Ну она просто сейчас уже забавная, кажется А на тот момент нет Время прошло Там что-то правда Вы поняли, что бабки брызги Ну давай еще по одной подсказке Ну давай Это касается твоей профессиональной деятельности А это касается твоего отдыха от профессиональной деятельности Вот так Хорошо, как ты так подкручиваешь, чтобы и там, и там А, я поняла А, я тоже понял Ну давай Но это не совсем угарная Кармическая задача, кету в восьмом? Ну нам надо расшифровывать, Олеся Мы так не понимаем Ну мы так не понимаем Расшифровывай, да Ну у Максима есть кармическая задача Ну-ка, озвучив всем Ты сначала спроси, это то или нет? Ну да, это то Ну а не хихик, это наверное то Нет, может он не все свои кармические задачи рассказал Я сделала, естественно, Максиму на заднюю карту Так И у него есть кармическая задача Что чем больше он будет тратить на меня свои денюжки Тем лучше у него все будет в жизни Ну ты как бы, ну ты не хотела как бы Ну правда Да, но так совпало, что вот именно у твоего парня Вот именно у него Вот не просто у левого чувака такая задача А вот именно твой парень Раху во втором В прошлой жизни был жмот Нет Он так сказал Я там не все тоже слушал Нет, он не был тематом Он зарабатывал на жизнь путем продажи своего тела Но Но в этой жизни ему можно еще есть шанс Зарабатывать иначе Искупить вину И нужно как больше Ну больше средств Он таким образом искупает вину за ту жизнь Да Покупая тебе подарки Вкладывает в свою любимую пусинку Как удобно Как удобно Охереть вообще Нет, но действительно Это чисто вот случайно так стало Нет, правда Совпало Так, Наиль А ты что начудачил? Ну у меня с турагентом, да, связано? Нет? А ты расскажи Нет, тогда я не буду То есть ты еще где-то встрял на бабки? Ты вообще, ну, по-моему, тратишь деньги С турагентом это грустная история Вот я по-уму А это забавно Ну, забавное Как я предложение сделал? А что, ты забавно его сделал? Ну так, нормально Вроде нет, не забавно Ну вроде, видишь, нет Нет, тогда больше нет Нет, ну я же говорю с отдыхом связан Ну с отдыхом у меня Много Ну с отдыхом Ну вы были на отдыхе Это не совсем был отдых Это был отдых после сбор Ну как Это точно забавная история? Это ужин Да я не знаю, насколько она забавная Ну, это связано с едой, да Ты просто забыл Как мы поели на миллиарды миллионов А кто вообще? Ну нет, на тот момент это вообще очень много было Когда стейк за... Да За сколько там? За 80 тысяч? Нет, не за 80 вроде бы Максим... Она же суммы не называла Я подумал... Ну... Нет, там не 80, но было очень много Но тогда прям расстроились Ну короче... Это не забавная история А это значит общий счет 21-23 Не наврал Такое, правда, отыгрывается Всего лишь 2 балла Пока еще лидируете вы Но 2 балла для финального раунда Это не так много Поэтому вся борьба состоится В финальном раунде Погнали Ну что, хочешь пойти на футбол вместе со мной? И не просто на футбол А на лучшие места В ложу Винлайн Я расскажу, как это сделать Нужно всего лишь Всего лишь Выиграть в розыгрыше Регистрируйся в закрепленном комментарии По промокоду ВОВ Вноси любую сумму на депозит И ты уже участник розыгрыша А если ты уже с Винлайн Делай ставку 1106 рублей На любой матч РПЛ И пусть тебе повезет Итоги я подведу в своем телеграм-канале 8 октября и 3 декабря Всем желаю удачи Наслаждайся игрой Остальное Зэм Винлайн Итак Хайлайты А именно лучшие моменты Это финальный раунд В этом раунде Может встретиться загадка Которая сегодня Обязательно звучала в нашем шоу Это слово Могло быть в вопросе В ваших ответах В наших диалогах Вот все, что мы сегодня говорили Может оказаться в лучших моментах Один из вас Пойдет к планшету Будет видеть слово Которое мы загадали Его задача Объяснить это слово Своему сокоманднику Но Используя Одно другое слово Не однокоренное Нельзя много говорить Нельзя показывать жесты Просто видите слово Говорите какую-то ассоциацию Одним словом Задача участника Который остался здесь Догадаться Отвечаете Бал ваш Не отвечаете Ход переходит к другой команде И уже 2 балла на кону И так пока не отгадаем слово А слов будет несколько Поэтому в этом раунде Можно набрать очень много баллов Поэтому подумайте Кто лучше запомнил Все, что сегодня происходило А кто лучше придумывает Ассоциации в ваших командах Мы уже знаем Что я не помню Тогда ты идешь туда Да, Алина тоже идет туда Буду строго судить Потому что Очень острая борьба Всего 2 балла Это для финального раунда Очень мало Поэтому никаких там Подсказок И никаких долгих раздумий Звучит подсказка Считаю до 3 Даете ответ Нет ответа Ход переходит к другой команде А зрители будут знать слово? Они, как показывает практика Очень быстро догадываются Либо делают вид А, хорошо Слово буду знать я Но Кто у нас проигрывает Вы у нас проигрываете Мы выигрываем у нас Выигрываете Вы проигрываете Значит вы и начинаете Алина, у тебя сейчас появится слово Итак Все Я его тоже знаю Одно слово Да Мысль Мысль Три Два Один Плеймейкер Плеймейкер Нет Два балла На кону То же самое слово Особое Особое Три Два Один Слово Слово нет Три балла на кону Соответственно вы можете Слушать подсказки Других участников Если они вам помогают Прям особое Особое Или особое А у вас одно слово Прям особое Да Да, у нас одно слово Общее Общее Три Два Один Однокоренное Однокоренное Нет Четыре балла Мое Мое Три Два Один Это было мое слово Мое Нет ответа Ход переходит к Алине Мысль Какие еще были Мысль Мысль Общее Общее Особое Мое И новая подсказка Можешь ничего не говорить Кстати, если хочешь Нет, ну сейчас я подумаю Что можно сказать Раздум Раздумывать Раздумывать Три Два Один Некоторые подсказки Выводят дальше Согласен Раздумывать Ответ Это существительное Не всегда Это нельзя Это существительное Не всегда Особое Все что угодно Но одно слово Он не понимает Какая-то часть речи Это сложное слово Мелман Мелман Три Два Один Свой Свой, нет Я же сказал свой до этого Семь баллов Мой А, свое Ты сказал мой Ты сказал мое Мое Или мое Макс, ну ты даже то, что говоришь, не помнишь Так не получится выиграть в этом раунде Сейчас все будет Так, семь баллов, да? Мое Уф, семь баллов уже накану Мелман был в тему или нет? Нет? В тему Впечатление Впечатление Мы отправились обратную сторону, по-моему Мы были рядом, как мне казалось Мое Общее Какое слово Мысль Я броню не спрашиваю Я там уже Мысль Итак, три Два Один Раздумья Раздумья Нет, восемь баллов на кану Макс Восемь Восемь А можно придумывать слово? Можно Если ты считаешь, что это поможет? Можно Но если я вдруг в этом слове обнаружу корень того загаданного слова Корень может там быть А ведь в выдуманных словах корень определяю я А, тогда тут по-другому сейчас все будет Мы помним все, что было Так Ну давай, Макс Тебе Тебе Три Тупой? Тупой Нет Девять баллов на кану О, мы близимся к десятому баллу Это только первое слово И, видимо, на нем мы и закончим финал На нем Это будет рекорд, когда кто-то заберет 40 баллов за хайлайты А это сложное слово? Нет Ну, теперь уже да Теперь уже после всех этих подсказок Да Высказывание Высказывание Ну, кстати, очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо А так как очень хорошо, я запускаю обратный отчет Три Два Один Высказывание мое Особое Хайлайт Хайлайт Нет Десять баллов на кану А это одно слово или это может быть несколько? Одно слово Цитата Цитата Я хотела его сказать Ну, скажи Три Два Сериал? Нет, не сериал Одиннадцать баллов Вспомни, в каком раунде это может быть было Знаю, я знаю Пабел Капел считает, что есть только два мнения Его и правильное Просто подумай, какие мысль, высказывание особое Мое Просто подумай Кстати, можно не говорить подсказки больше Ну, можно пропускать спокойно Не, ну, лучше Потому что некоторые, как мне кажется Некоторые, да, удаляют Мое Какие самые главные? Высказывание, мысль, особое, мое Это все вот связано Это все важно Это именно твое или просто мое? Это просто другими словами мы уже, по сути, вам сказали Просто другими словами Итак, три Два Один Нет ответа Разум Нет, двенадцать баллов Бытует Бытует Мнение Мнение, абсолютно правильно Двенадцать баллов А почему Мелман? Мелман умнительный жираф Блядь, я подумала он тупой Не, умнительный Черт Продолжаем Второе слово у тебя сейчас загорится Вена Вена Кровь Кровь, один балл Смотрим У тебя опять Пока вы отгадываете, у тебя появляется А, у меня появляется Тетина Тетина Хахаль Хахаль Тетина, хахаль Нет, два балла Два балла Камиль Камиль Племянник Племянник У нас слово-то другое Три балла Камила Камила Три Два Один Нет ответа Четыре балла Аааа Хахаль Позже-пост Подумай сейчас У меня только племянник было Женский род Ну это два слова, да Ну ты догадался? Ну конечно Слемянница Да, ну блин И что нам делать? судейский комитет мне говорят что не засчитываем но синяя команда начнет да и так ну что пробуем алин а давай любое любое вам все равно вас главное чтобы как давания дольше все тупик клуб на клуб спартак спартак нет два балла стадион да это же слово стадион спартак спартак нет три балла они думают что это вы отгадать не можете блин прости задумалась так алин алин я бы на двумя месте пока не старался подажам надо больше вы будете не отгадывать тут есть риск что в итоге отгадают они но вам нужно в любом случае атаковать олеся олеся но ты-то не делай вид что думаешь не ну клуб спартак олеся до этого вот даже спартак олеся да белорусский партнер поверь мне даже если бы сейчас мы с тобой вместе давай догадаться мы бы не догадываться девушка девушка нет 4 балла ну давай чао чао чего блять так три два один нет ответа 5 подходит очень далеко это подходит это не по смыслу это вообще очень странно подходит алин ну 5 баллов это еще мало пока не старайтесь олеся подходит вам бы баллов 20 олеся подходит ну если так разобраться экран экран ну давай ответ ответ нет 6 баллов начало начало 3 2 о вы забыли другие буквы твой ответ о 6 по твоему мы всю передачу о чем-то говорили и из фразы о чем-то мы взяли о ведь о чем-то и загадали на самом деле очень сложно очень сложно но не о очень сложно да слово алина сложно сложно ты его знаешь сложно нет это не мнение но это и скорее всего решающее слово боппе я понял я понял что за слово когда она была я помню не помню что как она звучит ты знаешь не это и за этот стадион я понял ну говори пока что попало просто все равно еще рано отвечать давай просто верить что ты вспомнишь а бомбанера бомбанера нет бомбанера нет нет алина боппе подходит бомбанера я помню я помню там в этом сколько сейчас очков ты почти правильно сказал 9 маловато 9 комп но комп но я всегда говорю что наши передачи образовательная все что говорю я лучше запоминать потому что здесь мы рассказываем только полезную информацию ну давай мегабайты мегабайты ой как неподходяще ты подсказываешь но вообще не знаю я удивлюсь если такой подсказка ты дашь правильный ответ мне вообще мало мотивации вы сказали что я не знаю это слово это слово никто не знает его просто надо вспомнить просто вспомнить но это очень тяжелый мы все это слово узнали сегодня кроме меня потому что я конечно мы на нем как-то консировали достаточно но кстати кстати помимо вот допустим слово мнение мы где-то говорили в параброс кажется я вообще не помню а это слово я даже поняла что это было прям задание время вышло посмотрим правильный ответ черт а мбаппе это не одну из них она нет баппе это фамилия а там корня нет алину больше новую подсказку давать или нет так ну на самом деле у тебя же не нужны подсказки не нужны я просто но какой-нибудь бампелло бампелло нет давай дальше но просто нет не будем терять времени он все понял и он просто не может сказать это слово да на меня тоже смотри я тоже да да теперь твоя вот поиграйся с этим давай про я понимаю что это имя итальянское нет это стадион мы уже это сказали это стадион который был у тебя да который в первом первом да да нет конечно и не помню ну ты ведь его даже читала какой-нибудь маумпео маумпео давайте впервые в нашей истории без подсказок будем по очереди говорить слова пока вы не скажет бампелло баппелло нет окончание там бала по моему там еще фиксируют баллы каждый раз когда вы перекидываете слово друг другу баллы растут просто подсказки вам уже не нужны потому что один сошел с ума и говорит а можно еще раз и алина просто говорит мбаппе и в целом и то и то подходит и мбаппе подсказка подсказка у меня есть еще есть у меня как это идеи амбаппелло нет было 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 нет если люди вот с этого момента включить мы всем гостям отправили скажем приходите в наше шоу смотрите до чего доводить 16 баллов уже на кону мама блять нет мама как бампелло бампелло нет дарил мне надеюсь ну я потому что тоже должен услышать чтобы ну не ошибиться важный момент когда я слышу мама я понимаю сразу что нет а когда что-то там что-то было баллонера баллонера нет окончание точном или еще и окончание о подсказка не спасибо первая буква м нет окончание о не о не о не о не знает а как пишется я могу не знаю но а и а баллон бэлло мама ламбэлла баллон бэлло нет неправильно олесь подсказку варной давай толстушечка ты сначала сделала вот этой скажи скажи аллесь надо говорить на вашем пошло что-то толстушечка этот этот не берегу матом бэлло мантом бэлло нет бомба бомба на сучка и бомба мне кажется толстушечка как толстушечка о чем вы говорите дайте я посмотрю слова но пора бы ну я б не одну а а бомба бомба на бомба на нет а сколько уже баллов 300 22 балла мне кажется самое большое количество идем к этому алис алис а я нет ладно не донец сложно это вот сейчас вообще даже уже я перестаю а я знаю правильный ответ и не могу приделать к нему подсказку я скажи сколько сколько слов сколько букв надо посчитать можно двумя словами подсказывать здесь нет а я придумал что делать 8 если я типа сначала скажу одно слово а потом через круг второе слово и она соединится как словосочетание послушай пожалуйста меня картавый картавый три два один нет ответа теперь ход переходит к линии но сам бомбаника бомбаника нет нет вот еще второе слово второе слово добавляет смысла к первому куртка карта вы куртка и по словам спрости я объясню и просто ладно 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 самое главное леса потом объясни потому что я не вижу чтобы еще жестче стало на так радовался у меня в голове я оставил на два этих слов не представляете насколько это все складывается жестко ну что алис бомбомбелла 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 это абсолютно правильно да ладно бомбелла Ты говоришь, М первая. М. Бамбела. А ты, Алис, сказал, объясните бамбела сразу? А я говорил, кортавый куртка, типа бомбер, но кортавый говорит бомбел. Типа бомбел. И ты еще у меня спрашивал разрешение, можно ли сказать два слова. Да если б я знал, я бы разрешил сказать целое предложение. Так можно было бомбер, нет, сказать? Но бомбер это уже как будто однокоренно. Бомбер можно было сказать? С какого хера оно однокоренно, если это вообще не связано даже? Итак, за этот вопрос Наиль и Алина получают... 140 баллов. 25 баллов. Возвращайтесь сюда, будем подводить итоги. Да, будем подводить итоги. Молодец. Ох, как я устал в этом раунде хайлайты, господи. И всегда же говорю, вот смотрите, если что-то, ну, смотрите или слушайте, запоминай, запоминай. В финальном раунде счет, скорее всего, легендарный за всю историю. 25-13, как вы понимаете, в пользу Наиля и Алины, потому что 25 они заработали за одно слово. А общий счет в игре 46-36 побеждают Наиль и Алина. Но, но, такого не было в нашей передаче, по-моему, никогда. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить и не могу вспомнить. Дело в том... Супер-экстра финал. Нет, нет, супер-экстра финала не будет, вы победили. Не будет. Но! У меня есть приз. А главное, этот приз не то, чтобы у меня, а от Винлайн. И я думаю, что в этот раз этот приз, ну, совершенно точно не нужен вам. Потому что это поход на матч РПЛ в ложе Винлайн. Я думаю, если вы захотите... На игру Спартака? Я бы советовал сходить на игру Спартака. Хотя бы там будет играть ваш теперь уже знакомый. Но я не думаю, что вам нужен поход на матч РПЛ. Нет, ну если надо, скажи. Нет, если надо, мы как бы, ну, уладим. Ну, договорились. Мне кажется, что у вас есть возможность сходить на матчи РПЛ. Давай им подарим. Конечно. Конечно. Мы дарим вам. Спасибо. Да. А победа вам. Вы молодцы. А вы победили. А я Дима Позов. А это семейное дерби. Пока.